Инициативу на сессии. Следующим вопросом хотелось бы сказать, что у нас есть ряд предложений от фракции Громадская Сила, которые сегодня тоже поданы мэру, и хотелось бы озвучить комиссии сегодня их. Что касается доходной части бюджета, если я не ошибаюсь, то земельный налог и арендная плата были давно уравнены. Нет, это Артем Александрович. Там одежда на звездминку и я вам говорю так. Нет, мы есть. Это я для вас писала, чтобы вы ознакомились. Давно у коронеля они равны 3%. Что до доходной части бюджета, Владимир Владимирович, объясните, пожалуйста, при анализе бюджета, который мы бачили, у меня возникает вопрос, почему податок на продукты предприятий с меньшився на 27 млн, податки на экологический сборь с меньшився на 13,5 млн, доходы от властности до предприятий с меньшився на 9,4 млн, а часть чистого продукта коммунальных предприятий с меньшився на 9,5 млн. За счет чего происходит такое уничтожение? Я пояснял вопрос к бюджетной комиссии о том, что вот эти показатели, которые рассчитываются исходя из прибыли коммунальных предприятий, это три показателя. Главное, прибыль. 15% доля прибыли, которая перечисляется в бюджет города, и 60% доля прибыли, которая перечисляется в целевой фонд. Эти все показатели расчетные исходят из показателей прибыли коммунальных предприятий, которые коммунальные предприятия продают в защиту бюджета. Это очень расчетные показатели, которые нельзя воспринимать как тот план, который будет на 100% доля. Коммунальные предприятия крупные, глубоко убыточные, Поэтому, насколько мы можем планировать им рост показателей прибыли, учитывая, что главная их приходная составляющая, реализация воды и тепла, транспортировка тепла, то есть те услуги, тарифообразование, на которые не зависят от самих предприятий. По коммунальным предприятиям понятно, экологический сбор, экологический сбор падает за счет того, что основным его донором является наша предднепровская гидроэлектростанция, теплоэлектростанция, которая находится в Днепропетровске. И со второго полугодия, учитывая установку дополнительных очистных сооружений, сумма экологического сбора платит от этого проекта сильно. Поэтому показатель объективности, рассчитан на основании факта за третий квартал прошлого года. И дай Бог, что мы... Насколько корректно предприятие отчитывается о своих выбросах, мы не можем быстро, срезать, оценить факты. Но будем этим заниматься. Есть такие вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!